30 августа в Русском театре премьера будут показывать известную пьесу «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского. Поставил спектакль известный московский режиссер, педагог Гитиса, руководитель Центра Михаила Чехова Владимир Байчер. Своими впечатлениями о работе с труппа Русского театра Владимир Григорьевич поделился с нашим корреспондентом Беллой Джозаевой. Добрый день, Владимир Григорьевич. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что вас прям вырвали с репетиции. У нас буквально несколько минут. И, конечно, первый вопрос у меня будет такой. Почему именно Карачаева-Черкесия? Во-первых, меня с Кавказом связывает очень давняя такая, ну, как это сказать, практически родственная связь, потому что моя мама родилась в Осетии. И я все свое детство провел в горах, будучи московским пацаном. Каждое лето я приезжал сюда. И объездили мы весь Кавказ, и были в Карачаево-Черкесии, и поднимались на Донбай. И это произвело огромное впечатление. А потом так получилось, что я, работая в ГИТИСе, я педагог ГИТИСа, я приезжал довольно часто сюда, на Кавказ. Мы набирали здесь специально, делали специальный набор для ГИТИСа, и были здесь в Черкесске. Здесь очень хороший актерский уровень, то есть профессиональный актерский уровень. И когда мой товарищ и старший коллега, Хасан Якубч-Беджиев, мы однокашники, он тоже выпускник ГИТИСа, я выпускник ГИТИСа. Но когда он выпускался, я только поступал. Поэтому он для нас тогда был, как говорится, патриархом старшим. Он предложил мне сделать постановку в Театре русском в Карачаево-Черкесии. И я с удовольствием на это откликнулся согласием, потому что и помнил впечатление от актеров. И мы с ним выбрали материал. Я бы хотела узнать, чем был обусловлен выбор вот этой пьесы. Это понятно, что классика, понятно, что островский, понятно, что это гениально. Почему выбрали? Ну, собственно, островский возник немножечко в связи с юбилеем, потому что сейчас все хотят ставить островского, 200-летие со дня рождения. Но вообще говоря, островский один из моих самых любимых драматургов. Я считаю, я своим ученикам говорю так, ребята, если вы не знаете, что ставить, берите островского. Он сам себя ставит. Да, не прогадайте. Не прогадайте. Это, ну, как сказать, драматургия такого уровня. Он же недаром называют русским Шекспиром островского. Это драматургия такого уровня. Там каждое слово золотое. И это абсолютно прелестные тексты островского. Вот. А когда я просто посмотрел труппу театра, вот я увидел, что здесь есть все персонажи Женитьбы Бальзаминова. И поэтому возникло это название. На каком уровне наши артисты играют? Как вам с ними работается? Как вы общаетесь с руководством нашего русского театра? В общем, как произошел ваш диалог? Мне очень приятно работать. Актеры очень, ну, с одной стороны, очень старательные. Актеры очень, ну, оснащенные. Ну, я вот говорю, что здесь довольно сложные есть сцены, где сочетается и драматическая игра, и танец, и пение. Это вот для хорошего драматического актера трудная задача. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, пока справляются. Ну, результат увидим 30-го. Вскрытие покажет. Значит, но уровень актерский хороший. Я это могу сказать совершенно обоснованно. Все-таки я очень много лет преподаю и обучаю актеров. Среди моих учеников очень много известных артистов и звезд. И я провожу довольно много лабораторий в России в разных театрах. И мне есть с чем сравнить. Я поэтому говорю это совершенно определенно. Здесь, в Черкесске, очень хорошие актеры. Планируете приезжать к нам в Карачаево-Черкесию еще раз? В Карачаево-Черкесию прекрасно. Сюда хочется вернуться. Спасибо вам.